Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в русский подкаст номер 290. Уже 290 подкастов. Мне кажется, это отличный результат. Я обновляю первые подкасты в хорошем качестве. Послушайте их, вам понравится. Если вы хотите, чтобы я мотивировала вас изучать русский язык в компании позитивных людей, вступайте в мой клуб «Русская дача» на сайте. Новые видео и подкасты каждые 5 дней. А сегодня у меня для вас очень интересный гость. Мангака Юток Ищияма. Мангака значит автор комиксов. Комикс – это книга из картинок. Там также есть слова, но больше картинок. Юток – японец. В Японии большая культура комиксов манга. Юток – необычный мангака, потому что он рисует комиксы на русском языке. Он изучает русский язык, рисуя комиксы. Я встретилась с Ютоком в Москве, в японском кафе. Мы с вами послушаем разговор первый раз. Потом я объясню вам новые слова. А потом, как обычно, мы послушаем диалог еще раз быстрее. Вперед, Хаджиме Машо! Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Откуда ты? Меня зовут Юток Ищияма. Я из Японии. Я родился и живу в Токио. В Токио? Хорошо, хорошо. Я два раза была в Токио. Я обожаю этот город. А в каком районе Токио ты живешь? Я живу в городе Тама. И ты автор, художник комиксов. Да. По-японски это мангака. Да, мангака. Да, да, да. А почему ты начал рисовать на русском языке? Сначала, чтобы изучать русский язык. Ну, сейчас показывать русским. 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 Людям. Людям, да, да, да. Хороший метод. Мне нужно начать рисовать мангу на японском. Хорошо. Давай. И я видела, что в твоих комиксах ты смешиваешь японский и русский, как Меча хорошо. Меча хорошо. Да, да, да. Меча значит очень. Меча это да, очень. А, Некомышка. Некомышка. Конечно, конечно. Значит, Некомышка это один из персонажей. Да. Некомышка это кот, кошка, да, и мышка. Его отец японский кот, а мама русская мюшка. Поэтому он называется Некомышка. И еще есть супон. Да, супон. Супон это не смесь, да? Это просто он японец чистый. Супон это японский язык. По-русски это дально-восточная черепаха. Им интересен мир людей. Я видела тоже там есть мухи. А мухи они что символизируют в твоих комиксах? Друзья не очень любят муху. Правда. Но у них есть душ. Душа, конечно. Да, 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 правда. Поэтому... Такие животные тоже... В Японии очень сильная культура каваи. Да? Да. Когда я была в Японии, меня очень удивило, что может быть взрослый молодой человек, и у него на рюкзаке розовый большой какой-нибудь поросенок или... И почему так? Я слышала, что это потому, что японская история очень трагичная, и люди хотят как-то компенсировать это. Это очень сложный вопрос, но я думал, что японцы хотят что-то доброе. А, доброе. Что-то доброе. Что-то доброе. Что-то доброе. В Японии мало информации о России. Они же знают персонаж Чебурашко. А Чебурашко, он же японец теперь. Да, да, да. Японцы купили Чебурашку, правда ведь? Да, да. Это старый персонаж, да? Да. Сейчас в России есть, например, Маша Медведевич. Да, да. Я смотрю на ютубе этот мютофильм, но много японцев не знают такие новые персонажи. И расскажи, сейчас мы находимся в Япокофе, японское кафе в Москве. Что ты здесь сегодня делаешь вечером? Что здесь происходит? Сегодня я делаю мероприятие, свои мероприятия. Я показываю свои книги и значки, и сумки. Здорово. Как их можно купить и где? Это можно купить в России в магазине комиксов. И кто-то тебе помогает, редактирует книги или всё, ты сам? Да, русские люди помогают мне в Инстаграме и в ВКонтакте. Здорово. Сначала я рисую комиксы, потом сразу показываю их в Интернете. Потому что я хочу собирать мнение читателей и разговаривать с ними историю. Последний вопрос, как ты находишь вдохновение, вдохновение это идеи, как ты находишь новые идеи, потому что там тоже есть юмор, смешно, да? Да, как ты находишься в японской жизни или в русской жизни, или вообще? Когда я занимаюсь русским языком, часто делаю ошибки. Но ошибки становятся идеи, историей. Отличный подход. То есть ты не боишься делать ошибки, ты любишь делать ошибки, да? Да. Большое спасибо за это интервью, и я всем рекомендую купить твои комиксы, пока в Москве, но, может быть, в будущем в других городах тоже там. А теперь давайте посмотрим на новые слова. Как вы знаете, я изучаю японский язык уже два года. Мне очень интересна японская культура и язык. Мангака. Мангака это японское слово, это значит художник комиксов, автор манги. Иероглиф ман значит смешной, без цели. Га это картинка, и ка в конце значит специалист в чем-то, профессионал. В своих комиксах Юток смешивает русский и японский языки. Смешивать, смешать. Смешивать, смешать, значит брать что-то вместе. Например, если вы одновременно изучаете два языка, вы, возможно, смешиваете их. Мы с моим парнем дома иногда смешиваем русский, французский и английский. Это не очень правильно, лучше не смешивать языки, но Юток делает это смешно. Его персонаж говорит «меча хорошо». Меча по-японски значит «очень». То есть персонаж хочет сказать «очень хорошо». Смесь, смесь это когда мы смешали что-то. Например, креольский язык. Креольский язык это смесь английского с местными языками. Или смесь французского с местными языками. Или коктейль это смесь разных жидкостей. Персонаж Некамышка в комиксах Ютока и Щиямы это смесь кота, Некко на японском, и мышки. Другой персонаж Суппон это дальневосточная черепаха. Черепаха это животное рептилия. Они живут либо в воде, либо на земле. Это очень медленное животное и оно может жить очень долго. На спине у черепахи есть твердая вещь – панцирь, но у Суппона панциря нет. Дальневосточная черепаха – это черепаха с Дальнего Востока. Она живет в Азии. Очень интересное животное. Если вы читаете PDF, я нашла для вас фотографию этой черепахи. Очень экзотичное животное. Но у Ютока она без панциря, то есть без твердой части на спине. Очень симпатичный, любознательный персонаж. Еще в комиксах Ютока есть мухи. муха. Муха это насекомое, то есть маленькое животное, которое делает Обычно люди не любят мух. Но юток говорит, что у мух тоже есть душа. Душа Душа это метафизический термин, это значит ум, жизнь, все не физическое в вашем теле. То есть юток хочет сказать, что мухи тоже чувствуют что-то, поэтому о них тоже надо рисовать комиксы. Потом мы говорим о культуре кавайи. Кавайи, кавайи по-японски значит милый, смешной. И в Японии очень много смешных персонажей. Например, Пикачу или Hello Kitty. В метро, в музеях, во всех инструкциях. Смешные медведи, кролики. Поросята. Поросенок, поросята, это маленькая свинья, ребенок свиньи. По-английски мясо свиньи это pork, по-французски pork, а по-русски ребенок свиньи это поросена. Кстати, поросята очень милые животные. Японцы тоже так думают. Взрослые люди носят одежду, обувь с этими розовыми, желтыми персонажами. Я иногда смотрю видео по японской грамматике в ютубе, и девушка, которая объясняет серьезную грамматику, говорит очень милым голосом, и у нее футболка с Пикачу, и в комнате гора розовых мягких игрушек. Это необычно для меня, но это японская культура каваи. Я говорю, что видела большие мягкие игрушки на рюкзаках взрослых молодых людей. Рюкзак. Рюкзак это сумка, которую вы носите на спине. Если вы идете в поход в лес, удобно взять с собой рюкзак. Чебурашка. Вы все, конечно, знаете Чебурашку. Это персонаж мультфильмов, русских мультфильмов с большими ушами. Япония купила авторские права на Чебурашку, поэтому теперь новые мультфильмы о Чебурашке японские. Японцы знают и любят этого персонажа. Потом я спрашиваю, где Юток находит вдохновение для своих комиксов. Вдохновение. Вдохновение. Это когда вы чувствуете, что вы хотите работать, хотите что-то делать. Обычно что-то творческое, креативное. Например, у меня иногда есть вдохновение писать статьи для блога, делать видео, записывать подкасты. Иногда нет. Поэтому, когда у меня есть вдохновение, я стараюсь делать много материала. Но если я хорошо спала, занималась спортом, у меня обычно есть вдохновение, мотивация. Юток говорит, что его вдохновляет русский язык. Особенно, когда он делает ошибки. Мне кажется, это очень интересно. Когда он делает ошибку, у него появляется идея комикса, идея истории вокруг этой ошибки. Я думаю, это просто гениально. Мы боимся делать ошибки, мы думаем, что это стыдно. А ведь ошибки это абсолютно нормально и, может быть, даже смешно и интересно. Юток Ищияма делает из ошибок комиксы. Я говорю, что это очень интересный подход. 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 Подход – это как вы подходите к вопросу, как вы решаете вопрос, проблему. Например, мои подкасты только на русском языке. Это мой принцип. Вы можете сказать, Татьяна, мне нравится твой подход. Или у вас есть сын, и когда он капризничает, ваша мама кричит на него. Вы можете сказать, мне не нравится твой подход к воспитанию ребёнка. То есть, мне не нравится, как ты решаешь эту проблему. Подход. Мы с Ютоком встретились в Москве, в Япокофе, потому что там было мероприятие. Мероприятие. Мероприятие – это когда что-то случается, когда люди организуют что-то. Праздник, конференцию, демонстрацию. Мероприятие – это серьёзное слово. Вечеринка, дискотека – мы редко говорим мероприятие. Конференция, презентация – это мероприятие. На этом мероприятии можно было купить книги, сумки и значки. Значок. Значок – это как брошь. Маленькая брошь – это маленькая вещь, которую можно носить на одежде. Я иногда покупаю значки, но редко их ношу. Я вообще ношу мало украшений и аксессуаров. Кстати, вы можете купить книги Ютока в интернете. В PDF-файле есть ссылка. Это комиксы небольшого формата. Если вы не любите носить большие тяжёлые книги, это удобно. Читатели комиксов Ютока пришли посмотреть и купить его книги, потому что они известные в России. В Инстаграме у него много друзей и читателей. Они помогают Ютоку Ищияме рисовать комиксы. Они исправляют, корректируют его ошибки и дают своё мнение. Мнение – это то, что вы думаете. Я собираю мнение русских читателей, значит, я спрашиваю, что они думают о моих комиксах. Если вы хотите спросить у подруги, что она думает о чём-то, можете спросить. У тебя есть мнение по этому поводу? Каково твоё мнение? Это более формально, чем что ты об этом думаешь. Мнение. А теперь давайте послушаем разговор ещё раз. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Откуда ты? Меня зовут Юток Ищияма. Я из Японии. Я родился и живу в Токио. В Токио? Хорошо, хорошо. Я два раза была в Токио. Я обожаю этот город. А в каком районе Токио ты живёшь? Я живу в городе Тама. И ты автор, художник комиксов. Да. По-японски это мангака. Да, мангака. Да, да, да. А почему ты начал рисовать на русском языке? Сначала, чтобы изучать русский язык. Но сейчас показывать людям. Русским. Русским. Людям. Людям, да, да, да. Хороший метод. Мне нужно начать рисовать мангу на японском. Хорошо. Давай. И я видела, что в твоих комиксах ты смешиваешь японский и русский, как Меча хорошо, да, да, да. Меча значит очень. Меча это да, очень. А, Некомуышка. Некомуышка. Конечно, конечно. Значит, Некомышка это один из персонажей. Неко это кот, кошка, да, и мышка. Я учусь японский кот. Мама, а мама русская мюшка. Поэтому он называется Некомышка. И еще есть супон. Да, супон. Супон это не смесь, да? Это просто он японец, чистый. Супон это японский язык. По-русски это далеко-восточный черепах. И мне интересно мир людей. Я видела тоже там есть мухи. А мухи они что символизируют в твоих комиксах? Мухи они не очень любят муху. Правда. Но у них есть душа. Душа, конечно. Да, 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 правда. Поэтому хотели. Такие животные тоже. В Японии очень сильная культура каваи, да? Когда я была в Японии, меня очень удивило, что может быть взрослый молодой человек и у него на рюкзаке розовый большой какой-нибудь поросенок. И почему так? Я слышала, что это потому, что японская история очень трагичная и люди хотят как-то компенсировать это. Это очень сложный вопрос. Но я думал, что японцы хотят что-то доброе. А, доброе. Что-то доброе. Что-то доброе. Что-то доброе. Что думают японцы о России? Японцы много знают о России. Кстати, в Японии мало информации о России. Иногда знают персонаж Чебурашко. А Чебурашко, он же японец теперь. Да, да, да. Японцы купили Чебурашко, правда ведь? Это старый персонаж, да? Да. Сейчас в России есть, например, Маша Медведевич. Да. Я смотрю на YouTube этот фильм, но много японцев не знают. Такие новые персонажи. И расскажи, сейчас мы находимся в Япокофе. Японское кафе в Москве. Что ты здесь сегодня делаешь вечером? Что здесь происходит? Сегодня я делаю мероприятие, свое мероприятие. Я показываю свои книги и значки, и сумки. Здорово. Как их можно купить и где? Это можно купить в России в магазине комиксов. И кто-то тебе помогает, редактирует книги? Или все только ты сам? Да, русские люди помогают мне в Инстаграме и в ВКонтакте. Здорово. Сначала я рисую комиксы, потом сразу показываю их в Интернете. Потому что я хочу собирать мнения читателей и разговаривать с ними о истории. Последний вопрос. Как ты находишь вдохновение? Вдохновение это идеи. Как ты находишь новые идеи? Потому что там тоже есть юмор, смешно. Как ты находишь? В японской жизни, или в русской жизни, или вообще? Когда я занимаюсь русским языком, я часто делаю ошибки. Но ошибки становятся идеи, истории. Отличный подход. То есть ты не боишься делать ошибки, ты любишь делать ошибки, да? Да. Большое спасибо за это интервью. И я всем рекомендую купить твои комиксы. Пока в Москве, но может быть в будущем в других городах тоже. Друзья, спасибо, что слушали этот подкаст. Мне кажется, очень здорово, что Юток изучает русский язык таким интересным, уникальным методом. Мне тоже надо начать рисовать мангу на японском, чтобы лучше учить японскую лексику. Подумайте, как вы можете креативно изучать русский язык. Посмотрите книги Ютока, изучайте язык креативно и с удовольствием. У вас все получится. Я в вас верю. До скорого. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok